Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на урок английского языка. Вы любите получать подарки? А когда вы получаете больше всего подарков, ну, кроме вашего дня рождения? Конечно же, это Рождество и Новый год. Сегодня я расскажу вам о традициях празднования Рождества и Нового года в Великобритании. Новый год в Великобритании празднуют не с таким размахом, как в России. Главным праздником для Британии является Рождество. А Новый год для жителей британских островов – это лишь продолжение праздничных дней. Рождество, Christmas, празднуют 25 декабря. Рождество – это христианский праздник, посвященный рождению Иисуса Христа. 24 декабря, канун Рождества, называется Christmas Eve. В Лондоне в этот день на Центральной Трафальгарской площади ставят главную елку страны – Christmas Tree. Еще в 1841 году королева Виктория распорядилась устанавливать главную елку именно там. Люди ставят елки Christmas Trees в домах и украшают их шарами, гирляндами и мишурой – новогодним дождиком. Двери домов и квартир люди украшают рождественским венком из цветов и листьев. Он называется Wreath. Вы узнали несколько новых слов, связанных с Рождеством. Давайте повторим их. Let's repeat the new words. Christmas – Рождество Christmas is celebrated on the 25th of December. Рождество празднуют 25 декабря. Christmas Eve – канун Рождества. Christmas Eve Канун Рождества – это день перед Рождеством. 24 декабря. Christmas Tree Рождественская елка Christmas Tree Ornaments Украшения Шары Ornaments Fairy lights Гирлянды Fairy lights Tinsel Мишура Tinsel Люди ставят рождественскую елку в своих домах во время Рождества и украшают ее шарами, гирляндами и мишурой. Wreath Венок Wreath People hang a wreath on the front door around Christmas time. Люди вешают венок на входную дверь во время Рождества. Carol Рождественский гимн Рождественский гимн – это религиозная песня. Перед Рождеством в домах царит радостная атмосфера ожидания. И, конечно же, больше всех волнуются дети. Ребята в Англии ждут Санта-Клауса. Santa Claus Они ждут его в ночь с 24 на 25 декабря. Он приезжает в санях Sleigh На олени Reindeer Только к послушным ребятишкам И спустившись через трубу Chimney Оставляет им подарки под елкой и в чулке Christmas talking На утро детям не терпится достать Из красивого рождественского чулка подарки Gifts Подарки доброго Санта-Клауса Это обычно конфеты, орехи, фрукты Или какая-нибудь игрушка Утро 25 декабря Шумно начинается с открытия подарков Затем приходит время традиционного праздничного обеда Christmas dinner К столу обычно готовят индюшку Turkey Или гуся и овощи В Великобритании в конце обеда подают рождественский пудинг Christmas pudding Но на этом сюрпризы Рождества не заканчиваются 26 декабря в Великобритании тоже выходной И этот день называют днем подарков Boxing day Вы узнали еще несколько интересных слов, связанных с Рождеством Давайте их повторим Let's repeat the new words Santa Claus Santa Claus Santa Claus Santa Claus or simply Santa brings presents to children at Christmas Санта-клаус или просто Санта приносит подарки детям на Рождество Slay Sunny Slay Reindeer Олень Reindeer Chimney Труба Chimney Stockings Чулки Stockings Santa Claus travels in a sleigh pulled by reindeer Санта-клаус путешествует в санях, которые запряжены оленями Santa Claus comes through a chimney and puts gifts for children into stockings Санта-клаус приходит через трубу и кладет подарки для детей в чулки Turkey Индюшка Turkey Christmas pudding Рождественский пудинг Christmas pudding People eat turkey or goose and vegetables for Christmas dinner Люди едят индюшку или гуся и овощи на рождественский обед Christmas is not Christmas without Christmas pudding which is rich and fruity Рождество не похоже на Рождество без рождественского пудинга, который очень сочный и наполнен фруктами Boxing day День подарков Boxing day Boxing day is usually celebrated on the following day after Christmas День подарков обычно отмечают на следующий день после Рождества В Британии Новый год имеет меньшее значение, чем Рождество, но и у этого праздника есть интересные традиции. Давайте послушаем о них. Самой популярной в Англии считается примета первого человека или первой ноги First foot Считается, что если первым в дом зайдет высокий темноволосый мужчина, то Новый год будет удачным. Очень хорошо, если он принесет стакан чистой воды и кусочек угля. Это к благополучию в Новом году. А еще англичане на Новый год дают новогодние обещания A new year's resolution Они обещают избавиться от вредных привычек, бегать по утрам, а дети обещают весь год хорошо учиться и радовать родителей своими успехами. Важная часть празднования Нового года в Великобритании – это музыка, танцы и фейерверки. А также это большой парад, в котором принимает участие много артистов, чтобы сделать это событие выдающимся. Вы тоже можете сделать этот праздник для своих друзей и родителей незабываемым. Сделайте своими руками поздравительную открытку и расскажите стишок. Вот и про Новый год вы выучили несколько новых слов. Давайте их повторим. Первая нога означает человека, который первым приходит в дом в Новом году. Он приносит удачу в наступающем году. Новогоднее обещание – это обещание, которое мы даем на Новый год. Мы обещаем улучшить себя. Музыка, танцы и фейерверки – это важная часть Нового года в Британии. Продолжение следует... That's all for today. The lesson is over. Thanks for being with us. Goodbye. Goodbye.